Баскетбол тренинг ОРГЮА представляет На мой взгляд, упражнение на силу мышц спины, укрепление всего нашего ствола, ноги, спина Это самая главная часть подготовки и работы с отягощениями Наиболее важная, поэтому этому стоит уделять наибольшее внимание Здесь мы используем те же упражнения, что все вам знакомы Но опять добавляем принцип нестабильного равновесия, то есть фитбол Упражнение тяга гантели с упором на фитбол Тело работает тяга гантели на фитболе Не позволяет расслабиться спортсмену в определенных моментах Как где можно расслабиться с жестким упором на скамейке или где-то в другом месте Здесь все подвижно, как в игре, приблизено к жизни Таз не сваливается, сетево работает Главное сохранять спину прямой Тяга гантели одной рукой без упора Это упражнение, на мой взгляд, одно из наиболее эффективных против всех травм спины Здесь мы задействуем глубочайшие мышцы спины, широчайшие мышцы, прямые мышцы спины За счет стабилизации верхнего плечевого пояса и распределения нагрузок с одного бока на другой Мы добиваемся включения мышечных волокон, которые невозможно добиться при других упражнениях Держать спину ровно Глубокий присед Плечи не двигаются Поднимаем, начинаем управлять в упражнение Работают широчайшие мышцы спины Поясничные мышцы и ягодичные мышцы За счет поддержания равновесия и баланса с другой стороны тела Включаются все глубокие мышцы, которые невозможно задействовать при другом течении обстоятельств Не все спортсмены и профессионалы могут подтянуться достаточное количество раз в традиционном понимании слова упражнения подтягивания Поэтому мы используем положение подтягивания из виса лежа В этом положении работают те же мышцы, что и при подтягиваниях традиционных Но здесь мы можем использовать и дозировать нагрузку в зависимости от того, как нам надо То есть, меняя хват, увеличивая количество повторений, укладывая дополнительные отягощения на нагрузку спортсмену Работают помимо широчайших мышц спины, работают ягодицы, ноги, руки Хват может быть произволен, может быть хват верхний, хват обратный и хват комбинированный В принципе, это обменять нужно, допустим, делаем два подхода таким хватом, два подхода другим, два подхода третьим Основная задача Сохранить равновесие, ноги и коснуться грудью грифа Начинаем Наверх вдох, вниз выдох Опускаться нужно контролируемо, ни в коем случае резко не падать При выполнении этого упражнения основные ошибки Это прогибание таза, касание пола телом Неправильное дыхание Наверх вдох, вниз выдох Для увеличения нагрузки сюда можно положить блин от штанги Упражнение гиперэкстензия с попеременным вытягиванием рук Это упражнение наиболее эффективно для нижней части спины, для поясницы Я всегда рекомендую это упражнение, особенно людям, игрокам, у которых есть проблемы со спиной Здесь мышцы работают, правая и левая сторона попеременно, что позволяет нам корректировать осанку, а не усугублять травму В этом упражнении обращаем внимание на подъем наверх Не нужно перегибать чрезмерно спину, здесь возникает риск получения травмы в области поясницы Контролируемо опускаться вниз и чрезмерно не подниматься наверх Вытягиваете одну вертикальную линию, вся диагональ Вытягиваете руку полностью, попеременно правую и левую В 10 раз левая рука, 10 правая Обычный эффект начинает чувствоваться после 10 повторения Наверх вдох, вниз выдох Чуть пониже опускайся Можно менять вес гантелей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Упражнение. При седании на одной ноге, вторая нога фиксирована на фитболе. В этом упражнении мы развиваем силу мышц ног и добиваемся полной стабилизации и полного контроля над всем телом, что очень важно во время игры. Отягощения могут быть различными. От минимальных 5-10 кг, которые держат в руках, до более ощутимых весов. Самое главное – сохранить равновесие и правильную опору на всю стопу при моменте приседания вниз. Можно выполнять также с последующим выходом на носок. Упражнение. Вышагивание с гантелем на скамью. В этом упражнении мы имитируем атаку игрока кольца. Здесь самое главное – что работают ноги, занимается четкая позиция, которая дружно сцепляет до конца. Фиксированность позы в конце обязательна. В этом упражнении главное – опять же, опора стопы и подъем, фиксированное положение наверху максимально на верхней точке. Баланс всего тела нужно соблюдать с начала и конца. Дима, покажи. Стопа абсолютно правильная, рука вытянута наверху, вторая рука имитирует баскетбольное движение, закрывая мяч. Отлично. Вышагивание на скамью с бреном в руках. Это развитие от предыдущего упражнения, которое нам позволяет исполнить более ощутимый вес для тренировки. Здесь работают немного другие мышцы, и мы имитируем атаку игрока кольца двумя руками. Здесь самое главное – не опускать низко. Блин, который подразумевает, что это мяч, мы несем кверху. Опустили мяч – потеряли мяч. Мяч на уровне груди, несем вверх, фиксируем наверху вытянутыми руками. Стопы работают так же, как в предыдущем упражнении. Все одинаково. Более мощное усилие, нужно гораздо больше вес, чем там. Не опускать вниз. От груди. Сразу от груди и наверх. Браво! Молодец! От груди наверх. Разножка в разные стороны. В этом упражнении задействуем все группы мышц, которые игрок использует во время передвижения защитной стойки. То есть, они более эффективны для отработки защитных действий. Работают ноги, тело, сохраняется баланс. Постоянно возвращаясь в исходную позицию. Скручивание позволяет нам отследить передвижение рук. В этом упражнении самое главное – держать ровно тело, делать глубокий выпад как вперед и в сторону. И в то же время не сваливаться на переднюю часть стопы. Можно начинать. Поворот. Вернулись в исходное положение. Вправо. Да, сходим. Вперед. Здесь работает все тело. Для защиты – одно из лучших упражнений. Для использования игры в защиту. Ходьба выпадами с грифом со скручиванием тела. Это упражнение – дальнейшее развитие упражнения разножка в разные стороны. Это все еще одно упражнение на те же группы мышц, которые поможут вам в ваших тренировках добиться того же результата, но разными методами. Основная задача – поддержание баланса во всем теле, поддержание равновесия при смене положения тела. Не сваливаться ни вправо, ни влево. Отлично. Одно из моих любимых упражнений, которые часто даю спортсменам – это отжимания. Я их разделяю на три вида основных. Можно, возможно, варианты, как вам будет угодно придумывать и додумывать самим. Здесь работает практически все тело. За счет подъема гантелей, фиксации, поворотов вправо-влево, мы включаем все нервно-мышечные окончания по всему телу. От ног до рук. Основная цель здесь – это добиться четкости выполнения движения и фиксации веса в определенной точке, в зависимости от того, куда мы его поднимаем. Для увеличения нагрузки, я считаю, бессмысленно увеличивать количество отжиманий. Здесь мы увеличиваем вес отягощения. Если обычно игрок начинает сжиматься с гантелями стен с половиной 10 кг, то более продвинутый человек делает 20-25 кг. Вы попробуйте и убедитесь, что это далеко не просто. Здесь нужно обратить внимание на три вещи. Первое – таз должен быть параллельным полу. Второе – фиксация гантелей в области поясницы. И третье – не прижимать локти близко к телу. Иначе мы выключаем грудные мышцы из работы. Большую часть берет на себя трицепс. Дыхание идет вниз. Вдох, наверх, выдох. Во всех видах отжиманий очень важно занять правильную стартовую позицию. Таз должен быть чуть-чуть приподнят, но не слишком. Это уже неправильное положение. Правильное будет. Это тоже неправильное положение. Надо держать его. Пресс напряжен. Чуть-чуть приподнят. В этом положении можно начинать работать. Редактор субтитров А.Семкин Упражнение на развитие грудных мышц. Это все хорошо вам известные упражнения. Жимы, разведения, отжимания. Мы для этого используем фитбол. Есть два очень важных, на мой взгляд, с момента выполнения упражнения на фитболе. Первое. Это положение тела на мяче. Их два. Первое положение. Мяч находится в районе поясницы, ниже лопаток. Отягощение у нас в руках. Здесь мы включаем стабилизацию мышц спины, плечи, верхнего плечевого пояса. Это дает возможность бороться за неравновесие, чего мы и добиваем. И второе положение. Когда мяч опущен ниже лопаток. Здесь активизируются больше ягодичные мышцы и ноги. Если мы расслабимся, мы ничего не сможем сделать. При выполнении этого упражнения самое главное расположить спортсмена так, чтобы им была верхняя часть спины и упиралась на мяч. Давай. Займи положение правильно. Таз чуть поднан, напряжен. Участвуют ноги, спина, руки. Здесь можем использовать значительный вес. Этим обуславливается тем, что мяч лежит под лопатку. Непосредственно под опорой. Давай. Начинаем. Для сохранения равновесия работает все тело. В то же время основное усилие делается на грудные мышцы. Разнименный жим гантелей, лежа на мяче. Мяч находится в другом области спины, практически между ягодицами и поясницей. Основной упор идет здесь. За счет ног, всего тела мы сохраняем равновесие в верхней части тела. Показываем. Чуть пошире разведи руки. Роги разведи. Браво. Для чего пояс очень важен для игрока в баскетболе, для контактного веса спорта. Здесь мы используем все, опять же, традиционные упражнения, только немножко видоизменяемые. Так, например, подъем рук через стороны, стоя на одной ноге. Опять используем нестабильное положение. Это нога, мы стоим на балансировочной подушке. Подушки бывают очень разные. Бывают надувные, бывают цельные. Если у вас нет под рукой такой подушки или по каким-то причинам вы не можете ее приобрести, очень просто выйти из этого положения. Вы можете просто встать на любой мат для легкой атлетики, гимнастический мат, яму с песком или просто скрутить полотенце в несколько раз и наступить на нее. Вы добьетесь очень похожего эффекта. Здесь очень важно при выполнении упражнения следить за постановкой ноги, опорной ноги. Помимо того, чтобы поднимать правильно руки, следить за опорой ноги, чтобы нога не двигалась. Нога чуть полусогнута и вся стопа на опоре. Задача сохранить равновесие. Отлично. Опорная нога чуть согнута. Все выполняется абсолютно правильно. Веса здесь рекомендуется сначала брать более низкие, чтобы привыкнуть. Здесь не совсем те задачи, что у обычных упражнений сидя или стоя на твердой поверхности. Здесь равновесие. Упражнение протяжка стоя на одной ноге. Здесь опять мы стоим на балансировочной платформе и протягиваем тело отягощение. Это может быть разная вещь. Может быть штанга, может быть гантели, может быть гриф, может быть диск от штанги. Что угодно. Здесь самое главное добиться того же эффекта, что и добиваемся в предыдущих упражнениях. Это использовать нестабильное равновесие, включать мышцы, востребуемые в данном упражнении. Да, здесь работает дельта, трапеция. Очень хорошо работает стопа, укрепляется одновременно. Идет профилактика всех травм голеностопа. Работает все тело. Не выключается. При малейшем расслаблении диспортинг теряет равновесие. Очень удобно для контроля. Упражнение на бицепс. Это упражнение, на мой взгляд, не очень важно для баскетболиста. Но так как все хотят выглядеть красиво, мы его тоже применяем. Но здесь мы используем побочный эффект. То есть тренируем бицепс, а на самом деле тренируем стабилизацию. Основная задача, например, устоять и выполнить упражнение на верхний плечевой пояс, которое сейчас покажем. Обыкновенное сгибание рук на бицепс. Все требования те же. Ровная спина, полусогнутая нога, опора на стопу. Жим гантелей, сидя на фитболе. Здесь, помимо традиционного упражнения жим гантелей, добавляется еще сведение рук. И очень важное значение имеет спина. Так как мы, опять же, сидим на нестабильной поверхности. За счет попеременного напряжения мышц спины мы удерживаем равновесие, что для нас очень важно. Здесь делать грубую ошибку, опускать ногти ниже уровня плеч. Это не позволяет нам делать правильное положение. Надежда руки, работать в этой плоскости только. Не опускай руки, вот здесь пошел вперед. Оп, оп, поехали. Так, пресс должен быть постоянно напряжен. В отдельную группу мы выносим упражнения, которые, в принципе, хорошо всем знакомы. Немного, как всегда, видоизменяя их. Это рывок и толчок. Но, в отличие от олимпийских видов, мы выполняем их с гантелями, что позволяет нам добиться эффекта стабилизации тела спортсмена. Почему я говорю о стабилизации? Если мы выполняем это упражнение со штангой, то здесь, в принципе, довольно просто удержать ее наверху, так как мы не соревнуемся в олимпийских видах. И вес все-таки не такой значительный. С гантелем все дело остается иначе. Здесь нужно из исходного положения, которое занять определенную позицию, в окончательное положение зафиксировать гантели. То есть, включаются все нервно-мышечные окончания спины, ног, рук, плеч. Полная фиксация, полный контроль над весом и над своим телом. Работают ноги очень сильно. Работает спина, работает плечевой пояс. Основная нагрузка на ноги – взрывная сила ног. Основная задача – держать спину прямо, не выпячивая вперед живот, спина собранная, приседать ниже. И фиксировать гантели наверху. Я повторяю, основная задача – прямая спина, сесть в глубокие ноги, резкое выпрыгивание наверх и фиксирование гантели. Если сохраните третьи вещи, получается идеально вертикально. Упражнение «Толчок гантели двумя руками» – это упражнение, которое подходит больше для больших, четвертых, пятых номеров, так как где могут использоваться большие веса. 30, 40, 50 килограмм каждая гантеля. Это зависит от индивидуальной подготовки игрока. Здесь на ней задача – низко присесть, держать ровно спину, гантели держать на уровне плеч, активно сработать ногами и фиксировать гантели наверху. После чего прийти в исходное положение. Вы помните еще раз. Ноги работают. Основная задача – не поднимать пятку во время приседания. Приземление либо в разножку, либо ноги в сторону, что вполне допустимо. Каждый выбирает себя индивидуально, как кому удобно. Быстрые ноги за счет ног. Когда у вас будет вес 40 килограмм каждая, вы с руками не сделаете. Во время тренировок мы не можем увеличивать вес поднимаемых отягощений до беспредела. Это совершенно другой вид спорта. И у нас нет такой задачи – побить рекорды в поднятии тяжести и выступать в бодибилдинге. Наша задача – развить качество, необходимое нам для игры. Нам нужна взрывная сила, стабилизация и адекватная сила, чтобы смочь взаимодействовать с игроками на площадке. Как дальнейшее развитие, упражнение – толчок с двух ног или рывок с двух ног, выполняем упражнение с одной ноги. Здесь требуется еще больше концентрации усилий, концентрация баланса, концентрация стабилизации и усиление значимости мышц ног как изначального фактора для выполнения этого правильного упражнения. Здесь развивается взрывная сила, необходимая нам в игре, стартовая скорость для всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...